Музыка Люди строили всегда, начиная с каменного века и будут строить всегда. Потому что мы не можем обходиться без жилья, без каких-то развлекательных зданий и сооружений. Потом инфраструктура еще у нас есть, это дороги, железные дороги, автомобильные, мосты и все остальное. Потому что строительство самая универсальная специальность, я считаю. То есть все дисциплины, которые преподаются на других специальностях, они присутствуют в строительстве. И строители это самая развитая, самая известная специальность. Это творческая профессия. То есть вы видите все, что вы делаете от нуля. То есть вы начали строить, ничего нет, вот есть только земля. Дальше вы смотрите, как возводится здание или сооружение. И радуетесь успехам своим, что вы что-то создали красивое. Строители могут работать на любых руководящих должностях. Зарплата, естественно, определяется уровнем знаний, которые наш институт дает в полной мере. И готовит достойное поколение строителей. Я считаю, что в совокупности с самим строительным процессом, который очень интересен, и условиями, которые предлагаются, это очень интересная специальность. Работать можно, как я уже сказала, в строительных организациях непосредственно, в проектных организациях. Можно работать в управляющих компаниях. Можно работать в любой организации, которая, например, занимается, курирует строительство. В строях в Тагиле предостаточно. Есть и новые детские сады, новые школы. Строится МОЗ, мы это все знаем. И потребность в кадрах, она постоянно. Тем более, изучая перспективные направления, перспективные объекты строительства, могу сказать, что на ближайшие 5-10 лет у нас полная загрузка по этому направлению. Мы даем неплохое образование, потому что наши выпускники работают, раньше работали по всему Советскому Союзу, сейчас они работают по всей России. То есть я знаю примеры, когда ребята работают в Санкт-Петербурге, в Москве, в Московской области, есть в Крыму наши выпускники, есть в Сочи. То есть это очень... Ну, а про свой регион я вообще не говорю. В Тагиле, если взять наши строительные организации, то примерно процентов 30 это выпускники Нижне-Тагильского технологического института, которые очень хорошо всегда отзываются о том, какое образование они получили. Нижний Тагил – это индустриальный город, очень много промышленных предприятий и очень высокая потребность в строительстве новых объектов, в модернизации и реконструкции старых, техперевооружении и капитальном ремонте. Следовательно, в данном случае эта специальность будет востребована постоянно в Тагиле. Продолжение следует...